Прощай Господа, Вовремя воскресенье Его, Распят и обритерпев, Смерть Терю смерть разруши. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святитель Иоанн Злокоуст. Во второй беседе о пророчествах размышляет о природе человеческой, как укротить все страсти. Великое благо рассматривать нам свое сродство и знать из чего мы составлены. Рассматривание природы есть достаточное учение о смирении. Оно может укротить все страсти и произвести спокойствие в душе. Посему некто предлагал такое увещание в нем ли себе, размышляя о своей природе и ее устройстве. И этого довольно будет для тебя, чтобы постоянно смиряться. Второзаконие 15 глава 9 стих. Посему праведный Авраам, постоянно содержа в себе эту мысль, никогда не высокомудрствовал, беседуя с Богом, имея пред Ним такое дерзновение и получив от Него свидетельство своей добродетели. Он говорил, я прах и пепел. Бытие 18 глава 27 стих. И другой, желая усмирить человека надменного, не распространяется много, а только напоминает ему о его природе и сильно вразумляет его, говоря, что гордится земля и пепел. Сираха 10 глава 9 стих. Но ты говоришь мне о том, что оказывается после смерти. Усмири его при жизни. Теперь он не знает, что он земля и пепел. Он видит благообразие тела, видит власть, услужливость льстецов, сопровождающих его тунеядцев, одевается в драгоценные одежды, облекается великими знаками власти. И этот призрак обощает его и располагает забыть о природе своей. Знаем, что мы земля и пепел, но знаем мы, смиренно мудрствующие, а он не ожидает доказательства на это при кончине, не идет к могилам и гробницам предков, но смотрит на настоящее, нисколько не думая о будущем. Научи же его еще здесь, что он земля и пепел. Подожди, говорит, я научу его не этому, но другому, гораздо более уничиженному, чтобы он, когда замечтается, познал свое уничтожество, чтобы еще при жизни получил врачество, сказав, что гордится земля и пепел, он прибавил, и при жизни извергаются внутренности его. Сераха, 10 глава, 10 стих. Что значит, и при жизни извергаются внутренности его? Эти слова, может быть, не ясны. Утробу и называет он внутренность, называет чрево, наполненное множеством нечистоты и зловония, не с тем, чтобы осудить природу, но чтобы привести к смиренно мудрию. Потому что еще при жизни она извергается, видишь ли уничиженность и тленность существа. Не ожидай дня кончины, чтобы убедиться в своей слабости, но рассмотри человека еще при жизни, вникай мыслью в его внутренности, и ты увидишь все его ничтожество. Однако не падай духом, не по ненависти к нам, а щадя нас, Бог устроил так, чтобы подать нам великий повод к смиренно мудрию. Ибо если человек, будучи землей и пеплом, дерзнул сказать «взойду на небо», Исайет 14 глава 13 стих, то куда не увлекся бы он мыслью, если бы не имел узды от природы. Итак, когда ты увидишь, что кто-нибудь надмивается, поднимает голову, возвышает брови, несется на колеснице, выражает угрозу, вергает в темницу, предает смерти, делает обиды, то скажи ему, что гордится земля и пепел, и при жизни извергаются внутренности его. Это можно сказать не только о человеке частном, но и о самом сидящем на царском престоле. Смотри не на золотые одежды, а исследуй самую природу, и ты не увидишь в ней ничего больше, чем у простых людей. Или лучше рассмотри, если хочешь, и порфиру, и диадему, и одежды, всю пышность эту. И ты опять увидишь, что и это состоит из земли, ибо всякая плоть, трава и вся красота ее, как цвет полевой. Исайя 40 глава 6 стих. Вот все это украшение оказывается даже ниже земли. Видишь ли, как укращается гордость, как низвергает всякую надменность размышления о своей природе. Довольно только подумать, что такое мы и из чего составлены. И тот час исчезает надменность помыслов. Для того Бог и сотворил нас из двух естеств, чтобы когда ты будешь превозноситься гордостью, усмиряла тебя низость плоти твоей. А когда ты помыслишь что-нибудь неблагородное и недостойное, дарованное тебе от Бога чести, благородство души, возводило бы тебя к соревнованию силам небесным. Не только для истребления гордости полезно рассматривание природы, но когда возмущает нас и какая-нибудь другая страсть, например, страсть к деньгам, или эта непристойная и доводящая до распутства страсть к телесной красоте, оно может укращать страсть. Посему, когда ты видишь женщину благообразную, со светлым взором, веселую, с блестящими щеками, с отличную красотой в лице, воспламеняющую твои помыслы и возбуждающую пожелания, то представь, что предмет твоего удивления – земля, что воспламеняет тебя – пепел, и душа твоя перестанет неистовствовать. Вскрой кожу лица ее, и тогда ты увидишь всю низость ее безобразия. Не останавливайся на поверхности, но проникай мыслью глубже, и ты не найдешь ничего больше, кроме костей, нервов и жил. Недостаточно этого. Представь, что она изменилась, состарилась, заболела, что глаза ее впали, щеки опустились. Весь прежний цвет поблек. Подумай, чему ты удивляешься, и устыдишь своего суждения. Ты удивляешься грязи и пеплу. Тебя воспламеняет пыль и прах. Говорю это, не осуждая природы. Да не будет. Не уничижая ее, и не подвергая презрению, но желая приготовить врачество для больных. Бог сотворил ее, такую столь униженную, для того, чтобы показать и собственную силу, и свое попечение о нас. Бревность у природы располагая нас к смирению и укращая всякую нашу страсть. А вместе с тем, являя свою мудрость, по которой он мог и в грязи образовать такую красоту. Посему, когда я уничижаю естество, тогда открываю искусство художника Бога. Ибо, как воятелю, мы более удивляемся не тогда, когда он производит прекрасную статую из золота, а тогда, когда вырабатывает точный и совершенный образ из грязного вещества. Так и высочайшему художнику Богу мы удивляемся и воздаем хвалу, потому что пеплу и грязи он сообщил отличную красоту. И в телах наших явил неизлеченную мудрость свою. И это совершил он не в нашем только теле, но и во всем творении. Создав твари, большей частью из вещества, из веществ неважных, он вложил в них ясные доказательства собственного искусства. И вместе напечатлел на них некоторые признаки бренности естества, чтобы ты по искусству и красоте удивлялся художнику Богу, а по бренности и неважности природы и естества не поклонялся тварям. Помните же эти слова, сказанные не против природы нашей, а против непотребных пожеланий. Не природу осуждаем мы свою речью, а пожелания. Таким образом, усмиряйте гнев, укращайте похоть и так обуздывайте гордость. Господу нашему славу и веков, аминь. Христос воскресе. Христос воскресе. Слава Богу, сависиму и святому духу, молитвами апостолов, милости и очистить, множество согрешений.